так друзья всех приветствую на связи чайная и у нас такой сегодня снова не запланированный стрим у нас как-то не бывает по расписанию на бокс и сегодня хотелось бы поговорить вот на какую тему на тему отношение к чаю в очередной раз вот тут столкнулся с очередным подтверждением каких-то своих мыслей о том что очень много обуславливает именно наше отношение то есть как мы относимся к какому-то предмету или явлению или инструменту соответственно так мы так такой результат мы получаем вот это вот интересная штука хотелось бы поговорить об этом о том что же все-таки такое чай и почему как бы попадая в это в это комьюнити разные люди получают какие-то разные профиты вот сейчас еще сделаю везде анонсик что начался стрим потому что опять-таки он не запланированный ну вот решил провести и и контент будет и такое какое-то живое общение некое которое тоже нам необходимо периодически так сегодня под стрим я буду заваривать шен пуэр это недорогой шен от фабрики синвэнь все еще пытаюсь понять как к ней относиться вот опять таки ну мы сегодня про эту тему тоже поговорим шен называется модао это вот конный путь некий тоже определенный как символ что ли в том числе китайской культуры под другую руку надо поставить в итоге задавайте вопросы попробуем подискутировать я своей стороны там точку зрения выскажу я думаю она вам может быть что-то получится посмотреть под другим углом на привычные вещи завариваю шена кому интересно пропорция 5 грамм на стол 10 по моему чайник вот такой вот чайничек из последней поставки вот заодно его и проверь все чайники стараемся проверять смотреть как они заваривают как они себя ведут хотя бы разик-два надо это сделать сейчас еще прямо секундочку можно пока написать как слышно как видно и здесь ссылочки сейчас покидаем и начнем как раз посудка у нас прогреется вот интересно почему меня вот этот интересно такой вызвало в очередной раз потому что в очередной раз разговаривая с людьми наблюдая различные комьюнити в соцсетях разных так по жизни анализируя какие-то вещи складывается впечатление что как бы ты может не хотел чтобы те кому-то рассказываешь про чай также к нему относились но на деле такого не происходит вот цен как раз в общем то в основном об этом будем разговаривать почему одни люди узнав про чай загоревшись этой штукой через там полгода год уже неплохо в нем разбираются по крайней мере запомнили несколько десятков названий запомнили какие-то нюансы заваривание еще что ну какие то вот вещи сугубо внутреннего характера именно внутренний чайного характера а кто-то годами пьет чай но до сих пор называет удивляется что да хун пао это оказывается улун они красный чай да и что как это сказать улун может быть такого формата да хотя человек уже долго-долго пьет чай и и почему же так происходит вот хотелось бы сегодня в том числе тоже об этом поговорить сейчас друзья прямо еще секунду и мы начнем везде надо как вот по заложники соц сетей поэтому везде везде надо отметиться ну и все еще прям чуть так всех приветствую не знаю где тут показывают сколько участников не отвык немного от стрима вконтакте вот всегда для меня такое испытание провести стрим вконтакте потому что как-то это все немного по-другому настраивается но тем не менее вроде все работает и ладно шин 2014 года вот пока там ждем еще те кто присоединится это платационное сырье в общем ничего такого как бы супер сверхъестественного но мне почему-то понравился этот чай вот в нем есть определенный баланс определенный интерес и вернемся все таки к чаю вернемся к чаю сейчас еще прям буквально друзья секунду иначе можно пока что-то написать в чатик как получается не все таки доделать могу пока вот все происходит небольшая предыстория да вот тоже иногда вопрос таки возникает да вот как как там я познакомился с чаем вообще попал в мою жизнь мне это было очень интересно конечно хотя про чай я знал ну довольно давно у нас в городе был магазин некий с всякого рода эзотерической продукции и там был уголок чайный там стояла такая ширма чабань там вот это все очень интересно но как-то вот мне это было не очень интересно в то время потом соответственно какое-то вот количество времени чай как-то именно вот такого формата мне тоже был не интересен и на одном из мероприятий не не связанных чаем с чаем было ребята приезжали проводили чайную церемонию почему-то меня это зацепило почему-то мне это стало интересно хотя ну никакой там какой-то философии чайной вот этого ничего не было вот был ну просто формат какого-то вот такого заваривания на большую группу людей там проливы варка очень стандартный какой-то набор чаев как сейчас я уже вспоминаю ну как-то вот так всем зашло и и тоже мне это зашло и когда вот что-то начинает нравиться но видимо тоже может связано с каким-то складом характера когда тебе что-то нравится тебя что-то увлекает ты начинаешь как это с жадностью вот поглощать всю информацию какая только вот есть о этом явлении и как бы для меня так же вот осталось с чаем я начал интересоваться что за чай какой чай бывает почему он такой как его заваривать как разобраться что лучше что хуже но опять таки вот почему потому что чай стал таким напитком который заменил практически все остальные напитки ну там за исключением воды еще может напитков типа морс там квас и что-то такое вот они иногда присутствуют но в основном конечно же чай и и самое интересное что помимо какого-то бытового применения просто посидеть попить чай мне показалось интересным что сам процесс чаепития очень очень важная штука в чай даже может в какие-то моменты не не столько сам чай важен а столько процесс когда мы можем отвлечься или наоборот там отвлечься от внешней какой-то суеты или наоборот сосредоточиться на каких-то задачах чай мне кажется в этом хорошо помогает но прошло вот время как я сначала сам пил чай друзьям заваривал потом друзьям друзей заваривал и какой-то момент я обнаружил что не все как-то вот как так же относятся к чаю как я почему-то да вот это вот меня удивило как же так это же интересно это же вкусно разнообразно почему почему же так происходит если у вас кстати есть версии почему так происходит можно тоже написать почему вот все я думаю сталкивались с таким прецедентом может даже и не в как бы не в чайной движухе а вообще по жизни что кто-то увлекается какими-то вещами и например кто-то этими же вещами не так сильно увлекается и вот размышляя об этом общаясь с чайными соратниками и не только назрел вывод лично для меня такой очевидный что увлечение чаем перерастает в чуть больше чем увлечение когда мы начинаем чуть больше ценить этот продукт чуть более трепетно к нему относиться более внимательно и как это сказать сформулировать правильно то есть мы придаем ему чуть больше значения чем просто какая-то жидкость подсвеченная которой мы можем что-то запить привет всем вот илья присоединился привет илья ставь чайник и вот это интересный феномен и тоже с ребятами тут разговаривали но в другом срезе немного не про чай но тем не менее вот отношение к предмету очень сильно обуславливает тот результат который мы получаем в взаимодействии с ним и как раз вот на днях заезжал к одному чайному товарищу стасу и тоже видно когда у человека другое отношение к чаю соответственно чая раскрывается более многогранно вот в этом интерес но тогда возникает логично следующий вопрос почему не вот не появляется это отношение почему некоторых есть вот какое-то какое-то более серьезное отношение к чаю ну ведь оттуда появилась а для некоторых чай так и остается сугубо утилитарным продуктом или поднять какой-то общий тонус с утра или просто получить какое-то гастрономическое удовольствие в виде каких-то вкусовых ощущений или или что бы то ни было еще вот откуда это возникает интересный момент обратите внимание чуть-чуть фокус внимания сместим на чай обратите внимание какой цвет вот такой вот винтарный у меня видео немного задержка но я думаю вам видно цвет винтарный при этом довольно чистый вот если учесть что это простое плантационное сырье вот настой при этом довольно чистый количество взвеси мути минимальное аромат сдержанный вкус сдержанный вот опять я положил пять на сто десять чайник или сто двадцать я точно не помню пять грамм быстро экспозиции и получается вот так как я люблю нейтральненько но с хорошим послевкусием и возвращаясь к теме нашего разговора почему же не происходит у некоторых людей вот этой смены оценки отношения к чаю здесь наверное я предполагаю что проблема кроется в с одной стороны сложности вообще на чем-то сосредотачиваться долго но это такая проблема так скажем современного мира в целом вот тут быстрое поглощение информации некая клиповость мышление клиповость восприятия какие-то процессы не могут нами выполняться долго и не могут нас увлечь надолго то есть это желание постоянно каких-то новых впечатлений и как это сформулировать и как правило чай вот ну если хороший чай хорошо заварен в правильной компании в правильной посуде то зачастую девяносто там девять процентов он вызывает вау-эффект да то есть вау это круто и многие вот получив этот эффект все вот как знаете возможно сравнение такое как ребенок вот он хотел игрушку он ее получил у ребенка вау-эффект там первые там несколько часов там может там день-два потом все как бы игрушка становится обычной и нужна новая игрушка и вот так на самом деле не только с чаем происходит есть небольшой процент людей которым интересно разобраться они тоже почувствовали этот вау-эффект но им интересно а почему почему так произошло что же в этом такого или наоборот бывает такое ощущение некой так сказать недосказанности что ли но это больше для наверное категории таких людей у которых проявлено упрямство возможно что ну сказали же что чай это что-то такое да вот или как хороший пример вот чайный коллега сергей рыбин который тоже здесь заваривает чай вот у него он рассказывал эту свою историю про шенпуэры его история шенпуэрами вот это мне кажется такой пример именно упрямство некого что ну как же так заварил первый раз вообще невкусно горько и вместо того чтобы как бы сделало большинство я думаю людей им просто сказали ну чай невкусный и бог с ним мы не будем его заваривать вот вместо этого заморочился и каждый день заваривал шен до момента пока он не научился делать это очень хорошо а это и шен он заваривает очень хорошо и вот в процессе вот этого изучения появилось ну как бы отношение немного к продукту изменилось опять таки это вот все кроется именно в отношении и во времени взаимодействия потому что опять таки чтобы получить какой-то интересный профит именно от чая от его употребления от процесса от некой эстетики нужно все таки уделять этому время и нужно чтобы чай стал важной частью то есть это как вот ну если нам что-то не очень важно мы и не придаем этому значения ну то есть мы в этом и не разбираемся и относимся к этому как к некой данности но когда мы чуть-чуть изменяем отношения чай разворачивается перед нами совершенно по-другому и вот интересный момент лично у меня случился может но может не так давно я немного поменял отношение к бюджетному чаю вот одно время у меня было такое как это сказать отношение ну скептическое не так неправильно сказать наверное некое такое снисходительно брезгливое к дешевым пуэрам к дешевым улунам ну как дешевым довольно бюджетным простеньким ну вот около года может назад я немного поменял отношения и теперь с таким же удовольствием пью недорогой чай хотя да в общем то что там может быть интересного но это тоже определенное как сказать отношение к продукту да конечно хороший чай дорогой чай пить вкусно приятно интересно но и дешевый чай и недорогой какой-то простенький если вот абстрагироваться от того что он дешевый и простенький всегда можно вот эту шкалу оценки поменять то есть не ожидая ничего от какого-то там пункционного чая как например вот этот шен от него с одной стороны ну ожидать чего-то прямо сверхъестественного не стоит но с другой стороны вот в своей ценовой категории довольно приличный продукт то есть у него есть хороший баланс по крайней мере не надо танцевать с бубном что чуть там пол секунды передержал и сразу невыносимая горечь вот довольно приятный нейтральный профиль хорошее сухое хранение в целом внешне довольно приятно выглядит блин то есть сырье тоже выглядит довольно хорошо и вот поменяв отношения тоже получается пить такой чай и тоже радоваться что такой чай тоже есть здесь вот мы как бы постепенно подходим собственно к теме которая заявлена в заголовке стрима то есть чай что это это бытовуха или философия и здесь наверное каждый вот сам для себя и выбирает путь чая путь бытового чая когда мы просто что-то заварили либо это вкусно либо это вкусно вместе с тортиком либо это пробуждает по утрам или наоборот после еды например слабо заваренный пыр после еды хорошо влияет на пищеварение или наоборот мы в другом лагере находимся в лагере того что чай это некий инструмент на самом деле умение взаимодействовать с самим собой понимать что мы сами из себя представляем то есть наше отношение продукту к любому обусловлю в принципе наше отношение к любому другому продукту неважно и чай как раз очень хорошо это подсвечивает по крайней мере мне так кажется употребляя чай какое-то количество лет это можно проследить что выбор определенной посуды определенного чая определенного настроя это же все какой-то показатель чай здесь выступает очень важным элементом без которого это все не могло бы осуществиться но как бы чай не единственный такой инструмент конечно есть и много чего еще но на мой взгляд чай это максимально понятная такая история максимально доступная и очень многогранная что тоже сколько вы я не пробовал чай всегда он всегда открывается по-новому всегда есть что-то новое всегда есть чем работать именно какими-то своими ощущениями и как раз вот опять таки мне кажется что чуть-чуть изменив отношение к продукту чуть-чуть поменяв взгляд на то что вот эти сухие листья это не просто сухие листья которые надо залить кипятком а это возможность возможность понаблюдать свое текущее состояние возможность привести себя в какое-то нужное состояние возможность подумать над чем-то или переосмыслить что-либо возможность чуть-чуть абстрагироваться на некоторое время просто поделав какие-то простые действия попереливая жидкость из одного сосуда в другой тоже тем самым можно понаблюдать что происходит на внутреннем плане как-то этот вот процесс корректировать интересно что чай хоть мы вот опять таки и привыкли к нему относиться как ну мы как много людей привыкли относиться как к чему-то такому простому бытовому потому что заходя в любой магазин мы можем там видеть полку с чаем и там есть условно дешевый чай условно дорогой чай ну насколько это вообще возможно в формате супермаркета и мы привыкли что чай вроде бы является неотъемлемой частью нашей культуры чем-то таким повседневным понятным и всегда находящимся рядом ну вот с другой стороны как раз может именно поэтому сложно начать ценить этот продукт начать к нему относиться по-другому потому что столько времени он был у нас под рукой мы могли там взять пакетик или какой-то рассыпной чай залить кипятком положить сахарку или взять там печеньку какую-нибудь из-за этого вот тоже когда например если мы встречаемся с какие-то экзотическими вещами там или продуктами или явлениями там неважно чем то есть нас тоже это вот такое вызывает некий трепет или когда иногда привозят может откуда-то какую-то вещь которой здесь нет и нам кажется что она ценная хотя например да вот в том месте откуда ее привезли это не несет никакой ценности там этого много ну вот не знаю какие-нибудь ракушки например ну пример грубый но понятно человек который живет например там где-то на равнине вот где мы там на севере ему привезли там с юга с моря морскую ракушку ну для него это кажется какой-то ценной вещью интересной которой здесь нет вот но на самом деле на морском берегу много таких ракушек и с чаем наверное то же самое просто потому что как бы его казалось бы много вокруг нас мы не можем это оценить и это тоже является определенной проблемой вот входа в какой-то более интересный уровень взаимодействия с чаем привет Денис мы уже правда тут к логическому завершению подходим и посыл вот лично мой все всегда и в чае и не только в чае что не стоит тут поверхностно к этому всему относиться наш никто никуда не гонит у нас всегда есть время разобраться и разобравшись в каких-то вопросах мы в итоге можем получить какой-то большой плюс потому что по своему личному опыту привет Сергей могу сказать что человек стал большой частью моей жизни и нисколько об этом не жалею нисколько об этом не переживаю для меня это важно интересно и для меня это некий источник один из источников вдохновения какого-то спокойствия как и некоторые другие вещи которые тоже в жизни мне приносят это позитивные эмоции и чай является одним из таких продуктов который с виду казалось бы довольно простой и незамысловатый но придав ему чуть больше значения чуть больше внимания чуть больше проявив к этому интереса получаешь в итоге гораздо больше чем просто какой-то напиток который можно просто выпить вот это вот интересно и в итоге общаясь тоже с теми кто к чаю относится чуть более трепетно чем обычно от таких людей как правило и слышишь вот эти истории про волшебство некое чая вот этой чайной церемонии так называемой не люблю это словосочетание но оно подходит в общем-то некий процесс взаимодействия с чайным листом когда по сути мы не завариваем чай а мы пытаемся себя привести в какое-то состояние нормальное то есть и в процессе вот этих вот манипуляций мы не завариваем чай а мы приводим себя в гармоничное состояние и как итог ну то есть у кого-то это там происходит сразу кто-то может быстро переключиться и сразу уже в спокойном режиме пить чай кому-то нужно там 10-15 минут 2-3 пиалы выпить например ну вот внимательного заваривания и попасть в то состояние которое необходимо и в нем уже находиться то есть нем оставаться и поэтому интересно что делать они в чай и вот опять тоже последнее время очень часто пью чай такой довольно бюджетный ну не совсем как бы конечно сомнительный но вот тот который чайную привожу который есть в ассортименте и нахожу тоже в нем очень много всего очень много интересного и все равно то есть конечно да там с более какими-то дорогими позициями более качественными взаимодействия чуть более интересно но тем не менее если мы вот абстрагируемся вот опять-таки гастрономическо-технических характеристик то в принципе любой чай подойдет для того чтобы поменять какое-то наше восприятие вот например данный шен вот я сейчас пью с удовольствием может сейчас просто как-то такое время когда хочется пить шен вторая стадия зимы наверное вот в прошлом году насколько я помню мы в основном пили красный чай а в этом году вот ну лично мне хочется пить шен причем такой да что-то не молодой а чуть уже среднего возраста может старше как-то он такой наверное такое сейчас время некое такое затишье так скажем так как вот немного вот на паузу все встало такой перед очередным каким-то витком наверное такое самое хорошее время чтобы пить шен и шен тоже вот так чуть-чуть останавливает процессы чуть-чуть останавливают вот это вот движение вот эту инерцию ума и способствует тому чтобы попребывать в неком состоянии вот 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 монолог у меня сегодня вышел посмотреть вот вот эту запись посмотрит кто-то кто ее не посмотрел говорю опять-таки потому что стримы у меня такие все какие-то супер спонтанные ну вот что-то захотелось на эту тему подискутировать пообщаться или ну вот в формате наших стримов просто высказался на камеру и соответственно кто-то услышал кто-то нет и ничего страшного хочется потому что вот проводили семинар с ребятами тут ну по йоге и в завершении семинара тоже вот с преподавателями говорили вот семинары не столько вот хочется проводить преподавателям ну в плане как чтобы провести а хочется вот поделиться именно вот тем что ты сам получил и мне всегда вот хочется поделиться вот отношением которое получилось так сказать культивировать на протяжении того времени которое вот я пью чай и мне это нравится то есть мне нравится это состояние мне нравится этот процесс мне нравится чай мне нравятся какие-то там эти чашки вот это время проведенное за чаем то есть это все на самом деле очень круто и интересно дает какой-то определенный энергетический заряд и хочется этим поделиться и вот каждый раз немного грустно когда там спрашивают там вот этот чай бодрит или расслабляет а вот этот чай вкусный или невкусный ну понятно что все равно большой большая часть людей будет пить чай сугубо вот в бытовых потребностях взбодриться расслабиться или получить какие-то вкусовые переживания но вот мне всегда хочется чтобы чай стал чем-то большим чем просто гастрономический продукт именно стал для тех вот с кем я взаимодействую всегда хочется поделиться именно вот этим каким-то отношением что ну это же не так сложно чуть поменять отношения чуть выбрать время и немного по-другому заварить чай не просто заварить чай а внимательно вообще это все поделать чтобы получить какой-то более интересный результат также очень вот тоже много было случаев когда люди разочаровывались в чай ожидая там что-то тоже получите какие-то вещи которых там нет тоже вот мешает какому-то правильному восприятию какому-то позитивному отношению вот вот это чай все заваривается и заваривается чем мне нравится шенпуэр их можно заваривать очень долго и они завариваются вот я наверное уже крайний проливчик недостаточно вот если есть что написать в чат напишите мы так уже в принципе довольно долго общаемся в формате стрима конечно ну вот хочется пока допиваю порцию шена хочется оговориться немного то да конечно бытовой формат присутствует то есть это тоже тоже важно например вот езжу в поездки я беру термос фуэр то есть не до вот этого всего ты просто завариваешь фуэр в термосе и в дороге его пьешь или бывает у меня редко но иногда что просто берешь какой-то там тоже чай который есть дома там мелкого покрошил чуть-чуть насыпал в кружку залил кипятком просто вот настоял как обычно просто выкинул такое тоже бывает это одно другому как бы не мешает ну когда есть время возможность разложиться ну тоже вот иногда приходят ребят ну те кто особенно первый раз их все видят и у них такой вопрос всегда примерно стандартный вопрос а в дом также чай пьете то есть это кажется чем-то таким прям вот невероятным что есть вот какой-то чайничек есть какой-то там сливник чайный поднос там пиалочки и кажется это все как будто бы так сложно и для этого что-то нужно много всего но на самом деле для этого много вообще не нужно вот вчера тоже я выложил как бы пост не пост как это правильно назвать вот гайвань и пиалка вот это прямо супер минимум набор для него вообще ничего не нужно каком-то там тряпку постелил поставил гайвань поставил пиалку насыпал заварки залил из гайвани сразу в пиалку слил выпил все это вот вообще прям можно на ходу делать даже где угодно в любом офисе но это можно делать вот в таком простом формате но тем не менее все равно внимательно Владимир приветствуем вас начал пить чай летом из интереса долго сидел на кофе но сам не заметил как стал пить только чай стало важным ритуалом моей работы не могу сосредоточиться на креативе не подумав с пиалочкой чая да ну вот очень да это здорово это здорово хотя говорю я не могу сказать что я противник кофе просто как то вот с кофем у меня не сложилось в принципе но такие истории часто слышу что да пил кофе перешел на чай ну чай чай интересно да чай помогает в разных сферах жизни и даже вот если мы берем какое-то сугубо утилитарное применение этому напитку еще раз заварю коль скоро пошел какой-то диалог как всегда в конце стрима да чай более спокойно тонизирует более спокойно так вот действие более мягкое проясняет вот это какое-то состояние остается на чуть подольше чем вот эти пиковые какие-то выбросы как как от кофе да то есть какое-то короткое время мы на пике и потом соответственно определенный откат происходит мне еще вот очень нравится чай вот этот вот процесс чай именно в формате семейном то есть мне нравится вот супругой сесть и попить вдвоем чай на самом деле вот это очень классно и очень ценно не знаю многие недооценивают или кто-то еще просто не сказать не прочувствовал этой фишки и особенно как бы когда ну много каких-то дел бытовых и рабочих и еще что-то и на самом деле побыть вот просто вместе попить чай это очень-очень ценно и мне кажется вот как раз чай вот в этой ситуации он прям подходит как нельзя лучше то есть ну я не могу представить себе какой-то другой напиток вот чай прям это отличное времяпрепровождение вот для двоих ну как бы на работе не знаю но у меня работа связана с чаем в том числе поэтому да я пью чай на работе вот ну я знаю вот ребята в соседнем агентстве тоже много ребят кто так скажем подсел на чай и с какими-то портативными штуками они там заваривают тем не менее чай на работе тоже радуется и креатив привет 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 Денис вот такой посыл традиционно посыл попробовать то есть ну никто же как бы никого не заставляет насильно или не призывает к чему-то просто вот можно попробовать попробовать попить чай по-другому попробовать поменять к нему отношения попробую попробую чуть шире посмотреть на это все и опять таки для вот для такого чаепития для такого отношения про которого то есть он пытался рассказать совсем не обязательно какую-то супер крутую посуду иметь или там еще что-то или супер крутой чай нет это все приходит со временем вот это тоже вспоминал хотя вот да вот сейчас например если ко мне приходят за чаем или еще что-то подобрать посуду я говорю ну купите чайник нормальный сразу вот я всегда говорю вот вам сэкономит кучу денег и сразу даст такой багаж позитивных эмоций но потом я всегда вспоминаю а как вот как у меня это было все я помню что сначала сначала около там года у меня был такой просто стеклянный чайник который на свечку ставил мы там с товарищем просто покупали пуэр в таблетках там в квадратиках в таблетках был мерзкий а в квадратиках более-менее у нас в чайной лавке мы его кидали на свечку ставили настаивали прям такой прям как кисель черный с халвой прям этот чайник или два чайника выпивали вот потом я помню купил себе типо ты еще года полтора я просто проливал все в типоде потом откуда-то меня появились какие-то супер дешевые чайники из какой-то вообще непонятной глины тоже еще какое-то количество лет я в них заваривала только там может спустя я даже точно скажу спустя три наверное четыре года вот я только первый раз себе купил более-менее нормальный чай на мой взгляд да именно работоспособность от выпитой большой пиал чая повышается вдохновение сил есть такое подтверждают да денис подтверждает да все подтверждают вот и поэтому тоже вот когда я говорю там сразу там приобрести чайник я вспоминаю что и к этому чайнику шла такая тоже долгая цепочка но опять это все почему почему потому что отношение немного другое то есть со временем отношения меняются и ты как правильно сформулировать потому что вот такого рода посуда это как раз и есть смена немного отношения то есть ты уже не абы в чем завариваешь не абы как не абы на какой воде не абы какой чай то есть это и как раз показатель того что отношение немного изменилось и результатом вот этого отношения более качественный продукт на выходе вот тоже это интересный момент что пока как бы вот отношение не поменяется то и вряд ли да и какой-то даже самый дорогой чай будет обычным и даже на самый какой-то крутой чайник все равно не заварит вкусно и наоборот то есть если отношения уже условно в верном направлении выстроены то даже вот обычная гайвань самая дешевая дегустационная пиалка большая уже создадут некое настроение вот тоже очень очень любопытно это все мне кажется это вот интересно ну вот как раз еще на чашечку у меня получилось поэтому итог такой надо попробовать есть конечно если конечно есть желание вот все упирается в то что а нужно ли нам это все то что я знаю что на самом деле кому-то не нужно заморочки какие-то там запоминать запоминать название чая ну вот я знаю людей которые там на моих глазах пью чаю же там лет восемь и для них сложно даже запомнить название того чая который нравится ну как бы это вот о многом говорить на самом деле это говорит о том вот и он говорит об отношениях то есть если даже вот такие как бы казалось бы простые вещи человек не может запомнить как называется чай который ему нравится ну значит понятно как он к этому чаю относится и вряд ли что-то из этого интересное вырасти ну что друзья я допил свой шен кстати почти весь термос выпил через маленький чайник ну всех благодарю за то что присоединились к стриму те кто посмотрит видеозаписи тоже благодарю что досмотрели до конца в общем пейте чай с правильным отношением и тогда обязательно получите хороший результат потому что чай конечно не просто напиток и не просто так он сквозь тысячелетия оставался неким продуктом который вот с человеком идет бок о бок они не все продукты далеко не все вот такого характера как бы проходит испытание времени чай тем не менее он вне времени то есть он был сто лет назад и пятьсот и тысячу и полторы там и две то есть поэтому значит значит в этом что-то есть а раз в этом что-то есть надо в этом разобраться чтобы в этом разобраться нужно как-то с каким-то отношением более трепетным к этому подойти и тогда чай откроет да все свои ну если не все то многие свои какие-то грани интересные не станет таким хорошим спутником по жизни помощником другом товарищем и братом посыл такой пейте хороший чай пейте внимательно с уважением и я могу прямо гарантировать что и чай откликнется тогда тогда и вы получите более качественный результат от процесса взаимодействия с чаем всех благодарю тайны на связи если что пишите